Тонуть больше не будем. В Люберцах началось строительство ливневой канализации. Пока эти работы ведутся на трёх самых основных объектах. Один из них на Октябрьском проспекте осмотрел глава Владимир Ружицкий. Это кадры, сделанные год назад. После дождя сотрудники ЛГЖТ босиком уходили с работы. Вода разлилась с Октябрьского проспекта, добралась до середины двора. И такая ситуация здесь далеко не редкость. Отсутствие ливнёвки доставляет всем пешеходам массу неудобств. Надо одевать или резиновые сапоги, или закасывать штаны, чтобы перейти. Потому что набрать воды очень легко. В любую обувь. Скоро начинаются дожди, осень. И, конечно, хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось. И можно было переходить улицу спокойно. Большая лужа на Октябрьском проспекте вовсе не единственное место, где дорогу, надо сказать, нужно переплывать на лодке. Ведь в Люберцах ливнёвки нет изначально. За три самых мокрых очага взялись местные власти. Начали работы по созданию ливневой канализации у торгового центра выходной на третьем почтовом отделении и улице Кирова. Мы не можем один год всё решить, потому что это деньги и большие достаточно. По сути, работы приходят к завершению. Если в гарнизоне, практически мы уже сделали, там остались всякие тонкости. Вот мы на Октябрьском проспекте напротив выходного. Я думаю, что где-то через неделю, дней 10 здесь всё будет завершено. Тоже работы будут завершены. Ну и самая сложная, тяжёлая работа – это по улице Кирова. Так что, скорее всего, этой осенью всемирного потопа в Люберцах уже не будет. Все работы по созданию ливнёвки в основных местах подтоплений завершат 10 сентября. Необходимо отметить, что строительство проходит в основном с привлечением средств предпринимателей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.